Так, сообщество. Добрый день. Мы нарисовали образ будущего такой. Умирают государства, умирают организации, компании, сообщества. Весь мир заполоняется компьютерными сетями и ботами. В конечном итоге человечество исчезает. Люди умирают тоже. Из этого мы нашли определенные выходы. Выходы следующие. Да, мы определили ряд драйверов. Помимо технологических, и на них мы не стали зацикливать внимание, мы выделили те драйверы, которые существуют сейчас и нужны в будущем для того, чтобы сообщества формировались и развивались. Но мы выделили их, проаранжировали на личностные, которые важны для человека, и для командных. Личностные – это личностные розы за счет получения обратной связи. Это желание сопричастности к результату. Это чувство братства. Ну и командные – это эйфория от общего успеха, возможности достижения совокупной цели, синергия. Ну и, безусловно, выделили основные цели, где развитие будет необходимо именно через общество. Это бизнес, личностные и наука. Мы предлагаем следующие проекты развития. Первые два уже развиваются в некоторых сообществах, например, в научном. Но мы считаем, что их необходимо расширять и на другие категории сообществ. Первое – это подтверждение компетенции сообществами. Ну, частный пример – это, например, социальное портфолио, типа портала ResearchGate. Второе – это распределенный рынок целевой рекламы. Мы считаем, что широкий маркетинг умрет как формат, и реклама будет целевым образом распространяться только по заинтересованным сообществам, как более заинтересованным потребителям конкретного контента. Третье – это реформирование корпорации. Корпорация будущего – это не вертикальная структура, а некая группа взаимодействующих горизонтальных сообществ. И четвертое – это индивидуальные программы развития людей в течение всей жизни с треком по конкретным сообществам. То есть мы заранее определяем, какие компетенции могут быть более развиты у конкретной личности, составляем ему трек, и он идет знакомиться и взаимодействовать с конкретной категорией людей. Думая над инструментами развития сообществ, мы старались построить картину из будущего к настоящему. Давайте тогда начнем снизу, в хронологическом порядке. Персональное проектирование жизни, то есть это технология по персональному проектированию жизни. Далее идут индивидуальные технологии обучения. Думаю, тут понятно. Целебральный сорсинг – это картирование мозга. Далее идет инструмент краудсорсинговой технологии на блокчейн. Это в основном для творческих сообществ. Потом идет нейропротокол согласования, чтобы мы могли с вами мыслями договориться. Гибридный интеллект далее идет. И как последний инструмент – это коллективный проектировщик будущего на базе искусственного интеллекта. И с форматом у нас получили сеть команд мечты для целостной реализации индивида в максимальном его пределе. И второе – это телепатическое общение между людьми в цели мгновенной переработки эмоций в коллективе и входа в равновесное состояние, а также сокращение времени на превращение знания. Все, спасибо. Спасибо. Два вопроса из зала. Раз, два. Добрый день, меня Владимир зовут. Все хорошо, доклад понравился. Единственное, не понял одного момента. Про персонифицированную рекламу. В чем это для вас проект развития? Вообще, зачем вам это? Это одна из возможностей использования сообществ. В частности, сейчас это неким образом реализовывается в социальных сетях. Для вас лично я представляю не группу в данном службе. То есть, кого-то в группе это интересует. Реклама так и работает. Ну, ответ да. Пожалуйста. Меня зовут Костя. Я по нескольким результатам выступления видел, что есть расслабление между теми, кто принимает технологии, и теми, кто нет. Вопрос, что вы делаете с теми, кто не хочет прогнозами, вот этими нейротраекторами и всем остальным пользователям? Отказники. Да ничего не делаем. Они живут так, как они считают, это делать нужно. Но, вот я, допустим, не хочу. Поэтому я для себя принимаю видение с точки зрения телепатического будущего без технологий. Ну, нормально. Спасибо. Так, и... Так, и...